Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем обозревать богов в Скайфорже. Я думаю это будет последний выпуск гайдом по богам, потому что бога обороны у меня пока нет. Возможно я его выпущу, когда его открою, то есть после прилета Акониты. Сегодня у нас на повестке дня бог знаний, это бог крафта. Много полезного в нем нет, но да ладно. Собственно начинается он довольно таки странно, в центре Атласа. Ну что ж, советую вам для начала закрывать правую сторону, а потом уже левую, потому что в левой находятся всевозможные свитки. Такие вот как Благословение Иоанны, или всем хорошо известное Благословение Флавия. Для тем кому неизвестно, погуглите. Что ж, переходим, пожалуй, для начала к символам, которые мы получим из этого всего. Время перезарядки компенсаторов, ускорителей масс, ну и прочих расходников, ну будет увеличено. Вернее уменьшено. Знание Древних Руин позволяет при разборе амулетов эпического качества получать осколки амулетов для крафта. Таинство Созидания позволяет вашим адептам раз в 8 часов производить кольца. Еще один уровень максимальной отдачи, который увеличивает критический урон на 10%. Тайна Земли позволяет при разборе колец эпического качества получать осколки колец, опять же для крафта. Тайна Разрушения для оружия. Постижение материи. Время перезарядки банки с кислотой, модуля подвижности, субстрат регенерации, парализующего дротика, собственно символ для пвп расходников. Уменьшается. Предельная сила. Еще один уровень символа. И еще один уровень символа мощи иных миров. Печать Разума позволяет вашим адептам раз в 8 часов делать один дополнительный амулет. Повелитель Волшебства позволяет вашим адептам раз в 8 часов делать один дополнительный перстень. Собственно два перстня раз в 8 часов. Мобилизация. Проклятие Эринея. Позволяет создавать оглушающие, отбрасывающие, наносящие урон свитки. Постижение сути. Время перезарядки свитков будет уменьшаться. В зависимости от прокачки этого символа. Благословление Литоны. Позволяет создавать свитки, делающие вас временно невосприимчивым к контролю. Собственно, ПВП свитки хорошие. Небесная Кузница. Позволяет раз в 8 часов создавать оружие. Это касается и оффхенд оружия. Последний уровень символа интенсивность и импульса. Это ускорялки, свитки ускорения. Ну, собственно, благословение Флавия, благословение Иоанны. И при разборе обычных фрагментов трофеев, дополнительно вы получите божественные чернила, при помощи которых вы, собственно, и сможете создавать свитки. Теперь пройдемся по Атласу. Как я уже говорил, советую вам для начала закрывать правую сторону Атласа, потому что тут находятся самые вкусные мелочи. Разбор амулетов, разбор колец, создание колец, опять же, разбор колец и создание колец. Четыре символа прямо сразу же. Всего таких символов 6, по-моему. Собственно, печать разума. Еще одно. Создание кольца. Еще одна печать разума. Создание оружия. Фрагменты оружия. Фрагменты амулетов. Печать разума. Собственно, перстни. Мобилизация. Предельная сила. Опять же, печать разума. Мощных миров и максимальная отдача. Поначалу вам советую все-таки стремиться к вот этим вот символам. То есть, последним. Предельная сила, максимальная отдача, мобилизация. Мощных миров. Это то, что нужно. Этого бога я вам советую закрывать в последнюю очередь. После всех уже. Даже после обороны. Но все-таки, поскольку он закрывается за тайные знания. То... Вы можете качать его параллельно с другими. Но дефицит искр, желтых, все-таки дает о себе знать. Поэтому не спешите его закрывать. Второй уровень символа, который позволяет нам производить перстни. Еще одни кольца. И, собственно, все. Грубо говоря, с крафтом покончено. Теперь переходим к символам и свиткам. Символ, который позволяет разбирать обычные фрагменты трофеев. На чернила. Ускорялка. И благословение Иоанны. Постижение сути. Постижение энергии. И антиконтроль в ПВП. Свиток. Опять же, постижение энергии. И проклятие Эрини. Постижение материи. Интенсивность импульсов. Последний из дополнительных символов. Из основных, вернее, символов, которые все используются во всех билдах практически. Увеличивающий импульсный урон на 10%. Постижение материи. Постижение энергии. Постижение сути. Ну и вот, собственно, благословение Флавия. И последнее постижение материи. Это бог крафта, как я уже говорил. Теперь я вам покажу, как это все выглядит на самом деле. Вот эти перстни. Каждый день, каждые 8 часов, вы сможете создавать два вот таких вот перстня. То есть, как вы видите, они разные. Одно для танка. Другое хер его знает для кого. Для бывшего штурмовика. Но, крафт этот является фактически бесполезным. Потому что на Изи Мидея вашего престижа падает по сноровке намного лучше. Можете вот запомнить даже. Сноровка 23.0.22. А у меня стоят вот даже устаревшие кольца на 24. Вот новое кольцо на 25. Вы чувствуете разницу. Соответственно, им по престиже так же само оно ударит. Поэтому крафт этот, ну, довольно-таки глупо крафтить подобные кольца. Теперь давайте-ка пройдемся по остальному крафту. Есть крафт обычных колец. Вот даже оружие. На 4000 сноровки. На 4000. Обычный оружейный ритуал. И великий оружейный ритуал. Дион. Вот он, великий оружейный ритуал. На 23.0.22. Оружие, вы видели, у меня стоит на 25. Вы можете при помощи крафта одевать отстающие классы. Если я, допустим, играю за алхимика ХСа. Реже за богатыря, как за танка. Ну, за танков вообще. Либо на искажениях, либо на аватарах. Но это не суть важно. Часто играю за лучника, за мастера теней. Можно еще за колдуна. Ну и за берсерков пвп. Все остальные классы практически не используются. Ну, Криомант по ситуации. Он у меня, в принципе, тоже всегда одет. Но такие, как Монах, такие, как Штурмовик, уже у меня не используются. Колдун. Кинетик. Я вообще кинетиком никогда не хожу. Монахом тоже уже перестал ходить после того, как его, типа, усилили. На самом деле занерфили в жопу. Но Некромантом в пвп. То есть можно при помощи такого крафта одевать отстающие классы. Но одевать основного персонажа все-таки лучше на ИЗахмедеях. Тем более, что собрать в пати нынче не такая уж и большая проблема. Охота за трофеями. Охота за трофеями. Это с бога охоты. Как вы видите, приносят они раз в полтора часа по два белых трофея. Господи, блядь, Иисусе. Ну, вы просто зайдите на любой данж вторжения. Ну, или данж, который посвященный тем же демонам или гергонидам. И вы увидите, что там падают вам сразу же зеленые. Реже белые. Но в ценности их, ну, я сомневаюсь. Вот где у нас крафтятся свитки. Как видите, они крафтятся за чернила. Чернила эти получаются за разбор как раз-таки белых трофеев. Ну, даже не знаю, что вам на это сказать. Может, с этой точки зрения они полезны. Но, опять же, по два трофея этого крайне-крайне мало. Раз в полтора часа мы можем скрафтить себе, вот, например, свитков. Вернее, не свитков, а благословений. Это неплохое подспорье, особенно вот в ПВЕ Флавий. Который увеличит исходящий урон на 30% на 8 секунд. Это, грубо говоря, еще одна тройка. Причем оно не конфликтует ни с банками, ни с ниткой, ни с душем. Ну, собственно, чистый вам плюс к ДПСу. Правда, кодешится оно 10 минут. Ну, без символов, естественно, которые уменьшают. И для ПВП это антиконтроль. Правда, восстанавливается оно тоже долго, но при этом можно использовать, если уж прям зажали. Вот такой вот у нас бог знаний. Надеюсь, этот гайд вам был полезен. Это был последний гайд, потому что, как я уже говорил ранее, у меня не открыт бог обороны. А брать у кого-то аккаунт для его обзора я не хочу. Все-таки уже, когда сам себе открою, тогда и сделаю на него гайд или обзор. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свое мнение в комментариях. Всем спасибо. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok